землистер автор неизвестие марка битве лучшие дядька у меня вообще был товарищ очень странный общаться с ним я не любил такую психическую атаку цинизмом и приженьем выносить больше пяти минут практически невозможно но было у него особая причина которая выделялась даже на фоне других страх быть похороненным заживо владелым на протяжении наверное все жизни казалось что дядя витя вообще ничего не боится бога и в целом подостороннее он не верил и относился ко всему этому с присущим ему снисходительным презрением лишний раз повторял когда его будут хоронить в гроб ему обязательно нужно положить мобильник на случай если врачи ошибутся насчет констатации смерти и он проснется в собственной могиле этим требованием он задолбавливал нас еще раз за разом с какой-то маниакальный стиву повторяем его словно заведенная пластинка порой никак совершенно не связанные с этим разговоры с водяк с излюбленной теме поэтому когда дядю на перекрестке сбила машина буквально превратив его в кровавый фарш без головы и телефон к нему в кровь положили исключительно из уважения к воле покойного казалось очевидным что никому и никогда дядя уже звонить не придется вот только он позвонил я в тот роковой вечер сидел за компьютером и скроллил имидж горды собственно так проходил каждый мой вечер с двумя банками пива анонами и слезами жалости к себе когда раздался звонок на мобильный я был уверен что это очередные мошенники или банковский колл-центр с чрезвычайно выгодным предложением исключительно для вас номер действительно был незнакомый вот только какой-то странный состоял он явно больше чем из 11 цифр напротив числа занимали почти весь экран и рефреном среди них постоянно повторялась девятка я даже оцепенел на секунду но потом подумал что звонит наверняка из какого-то другой страны где приняты вот такие странные номера вот только кто мог это быть у меня и в россии то таких как таковых знакомых с моей свечевской жизни не было и говоря уж про за границей проснулась уже ставшая родной социальная тревога захотелось сбросить и заблокировать теннистого абонента говорить по телефону для меня это вообще пытка однако левопытство победила телефон продолжал трезвонить и я смахнул зеленую иконку влево принимая вызов алло произнес я ощущаю как внутри все холодеет конечно в тот первый раз это было отнюдь не мистический страх а самый что ни на есть бытовой социальные контакты таким людям как я вообще наиваются с огромным трудом потом это поэтому по-ривычному совершенно рациональному с точки зрения обыденного порядка вещи страху я еще не раз успел затасковать ведь этот кошмар что ждал меня дальше оказался сотни раз хуже секунд пять в трубке молчали и я подумал что это обычный холодный звонок и даже под успокоился собравшись сбрасывать не знаю продолжалась бы эта история если бы мне хватило той самой секунды чтобы прорвать разговор в любом случае мне ее не хватило миша это я дядька твой узнал раскрепил в трубке знакомый и дребезжащий голос я чуть телефон не выронил ноги подкосились но я все же ударю ржался от дома рака облокотивший свободной рукой а стол конечно это просто чей-то до ужаса дурацкий розыгрыш куда современными уровнями развития нейросетей подделать человеческий голос дело не самое сложное все эти объяснения конечно потом все равно рассыпались бы в прах но на тот короткий миг их могло бы хватить если бы ни одно но голос дяди да это несомненно был его голос но я мог поклясться что все же в нем что-то едва уловимо изменилось он стал землистым да именно такая ситуация мне возникла от этого голоса где велосырой тяжелой могильной землей миша здесь мерзко я блять ненавижу это место они грызут грызут и ползает холодно очень холодно на этом месте речь стала окончательно путанной и начала напоминать телев графное сообщение я теперь суп растекся суп с костями черви ползают холодно блять тесно сука 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 я стоял совершенно оцепеневший не в силах пошевелиться не в силах сбросить проклятый звонок дядя не кричал именно что брызжал как постоянно делающие при жизни мои кишки я их чувствую грызут пьют сука эта тварь разговаривает со мной сука бляди умер кто разговаривает тупо проронил я в трубку ответом не было тишина я ждал 10 секунд 20 минут две тишина потом крик кренусь настолько страшного пронзительного полного воли и ужаса крика я не слышал до того ни разу в жизни и слава богу что не слышал и видите ли я далеко не уверен что кричал именно мой дядя тембр оказался другим незнакомым скорее даже женским нежели мужским не знаю как я не выронил трубку лихорадочно принялся бить пальцами по экрану в панике все никак не мог попасть по нужной кнопке чтобы сбросить звонок наконец мне это удалось в опале затих а я остался стоять от чего-то мертвой хваткой сжимает свой старенький samsung без звуков душераздирающего потустороннего клика в квартире стало поразительно тихо странно что раньше я даже не обращал диване на эту тишину что я сделал дальше спросите вы я поступил сам логично проциональным образом заблокировал номер и попытался навсегда забыть об этом звонке вот только забыть мне не дали прошел где-то месяц я все же смог кое-как натянуть саму на глобус и объяснить произошедшие да уже со дурацким и жестоким разыгрышем конечно страх еще сидел в моем подсознании но я упрямо подавлял и вот там скроллингом играми и сериалами короче занимался тем же чем и до случившихся со мной пиздеца однако следующий звонок все же раздался на этот раз произошло все не вечером нет на улице стояла жаркая солнечная погода щепетали птички и вся вот это или иделия в целом казалось что ничего страшного такой погоды не может случиться просто повредили нею стоит сказать что я работаю из дома пишу код вот только не застоков на насек как хотелось бы а за довольно малые деньги на боли шея моих сил скудных опыта и квалификации просто не хватает тот самый момент когда я был увлечен поиском очередной ошибки в написании мной воде дядя витя позвонил снова поначалу я даже не подумал ни о чем плохом настолько я был умиротворен гипнотизирующим процессом программирования в купе с идеаллически пасторальной погодой я лениво оторвал глаза от экрана и посмотрел на дисплей грудящего смартфона номер был незнакомый но не тот же самый более того он вообще представляла себя самый обычный номер из привычных русскому человеку 11 цифр я принял звонок и тут же об этом пожалел и до сих пор жалею миша дядя витя звонит слышишь дядя витя услышал я до боли знакомый голос который так надеялся не услышать больше никогда я так и замер на стуле буквально оцепенел знаете у каждого человека на любую опасную ситуацию есть одна из трех реакций бей стой или беги вот так я опытным путем и выяснил что моя реакция именно стой я в прямом смысле этого слова не мог пошелиться от ужаса раньше в книжках и кирпи пастах мне ни разу приходилось потыкаться на это выражение и я всегда принимал его за фигуры речи и литературный штамп а оказалось что вот как он по-настоящему сидишь не сел даже моргнуть от охватившего тебя страха землистый голос землистый дядя витя сдох сдох как собака голова отдельно фарш отдельно груб набили мною фаршем набили гроб полный гроб фарша теперь меня едят черви жуки всякие одна за другой звучали в трубке отрывистые телеграфные фразы стыдно писать это но я чувствовал как обмочился что опасался выглядок тут же раздалось с той стороны тварь тур сливое хуйло как и все ой как ливер в коробку запихали и закопали чтобы не видеть сука да а меня все больше и больше меня жрут а меня все больше и больше я кишки и наконец тишина тут я не выдержал постыдно и унизительно сдвигнул и толпанул трубку по столешницу тем самым полностью и уничтожив с тех пор я живу без телефона просто не могу брать их руки даже чужие меня стало просто выворачивать от них я не могу смотреть на людей говорящих с кем-то по мобильнику шарахаясь от отделов со смартфонами в магазинах электроника проклинаю голубицкого с белом за то что вообще придумали телефонную связь было еще кое-что только я этого с всеми силами старался не замечать девятки теперь они преследовали меня повсюду электронные часы в моей спальне остановились на отметке в 9.00 и отказались чиниться даже когда я отнес их в мастерскую от атомофона в подъезд внезапно поменялся на 9 9 6 9 я мрачно отметил что шестерка это перефернутая девятка офис той компании на которой я работал в качестве фрилансера и в которой мне все же приходилось своему несчастью периодически наведываться переехал в новый бизнес-центр на 9 этаж и это только некоторые примеры и зверениц и подобных мелких совпадений возможно мой воспаленный мозг просто находил закономерности там где их не было а возможно и нет часы кстати потом все же заработали на девятый день после поломки моя сравнительно спокойная жизнь длилась где-то еще полгода а потом я и все же нашел способ со мной связаться за эти полгода он освоил соцсети истинный черный юмор ситуации состоит в том что при жизни он в них не сидел пока и даже одноклассников страничек никогда не имел когда мы вконтакте ки мне пришло сообщение от пользователя виктора колоссов я только нервно хихикнул сил бояться уже просто не было вернее так мне тогда казалось страничка была пустая без друзей подписок но вот аватарка я так и не смог осознать что на ней было изображено единственное в чем я уверен это нечто не должно принадлежать нашему миру чуждо ему я разобрал лишь одно на фотографии было запечатлено что то что раньше было моим дядей я все-таки смог узнать его хотя его внешность подверглась сильнейшим ужасающим метафорфозом лицо его было как-то противоестественно вытянуто и распахнутый черный провал это занимал едва ли не половину его глаза отсутствовали в том месте где они должны были находиться череп словно лентой был обвязан окровавленным лоскутом кожи руки казались непропорционально длинными и костлявыми по позе складывалось впечатление что существо пытается дотянуться ими до оператора тело было скрыто объемным черным балахоном дядя вернее то во что он превратился стоял в помещении погребенной конторы это было понятно по обилию гробов и венков на заднем фоне я разглядывал изображение секунд 30 но в моей памяти она отпечаталась раз и навсегда порой я просыпаюсь от того что мне кажется будто это омерзительное нечто стоит над моей кроватью и тянет ко мне свои холодные руки ветви и просыпаюсь я уже ощущая их прикосновение письменная речь моему мертвому дядюшки давалось явно лучше нежели устные или за время лежания в могиле его искалеченный мозг успел эволюционировать что ли но тогда чем продиктовано это развитие куда она направлена я стараюсь об этом не думать михаил здравствуй завел я себе все таки страничку в этой помойке ты почему нет веришь трубку я тебе звоню звоню а ты не берешь дядька в могиле гниет один все о нем забыли мрази этакие никому нахуй не нужен стал сразу я понял что или я доберусь до сути происходящего или сойду с ума в первом случае скорее всего тоже сойду но так есть хоть какие-то шансы интересно а что в могиле ловит интернет промлекнул в голове девотская мысль она была настолько нелогична в своей железной логичности что даже показалась мне забавной и я снова хихикнул так или иначе теперь отступать я не планировал нужно посмотреть этому кошмар в глаза и постараться раз навсегда избавиться от него именно так я рассуждал даже почувствовал никакой храбрости или скорее даже браваду идиот пока я думал над текстом ответного сообщения мне пришло еще одно смс от 9 что молчишь стыдно стало ты хоть знаешь каково это на полной скорости в тебя врезается 8 тонн железа и тащат твои кишки по асфальту а твоя голова в это время катится по дороге и ты все чувствуешь это адская боль и я и сейчас ее ощущаю я это каждая капля крови что из меня вытекла и этим каплям больно меня лишили тела то что смогли наскрести запихнули сюда но это не тело это были водная масса у меня нет тела но она болит и я это чувствую знаете когда волосы на голове вставит дымом это тоже не фигура речи с тех пор я окончательно лишился даже жалких остатков покоя в ближайшее время ночью я собираюсь отправиться на могилу дяди и собственноручно экскурмировать его останки я должен увидеть должен понять должен докопаться до истины докопаться ха-ха какой черный клавор господи и может быть тогда встречусь со своим главным кошмаром лицом к лицу я все же смогу обрести покой пожелайте мне удачи